обратите внимание на то какой бы мы тон вот из этого градиента использовали в капле я думаю что самый темный который вот в самый максимальный нажим я бы использовала вот в маленьком фрагменте вот здесь 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 вот в серединке вот этого прямоугольника и даже не прямоугольника ромба какого-то может быть в серединке вот этого загнутого пятна вот в серединке этого пятна но не везде если вы внимательно смотритесь в референс поставьте перед собой обязательно фотографию посмотрите что вот в этом месте даже внутри пятна есть переход тона то есть вот переход тона вот допустим из этого тона в этот но здесь у нас есть границы там это плавный поэтому мы будем делать вот таким образом такой штриховкой но и я еще повторюсь что горизонтальные линии мы будем делать вот такой штриховкой опять же начиная со светлых тонов и добавляя может быть какие-то линии более теплых темных тонов давайте приступим и обязательно вы будете рисовать не по видео которое сейчас показываю я вам показываю только принцип вы будете рисовать именно откройте фотографию и внимательно рассмотрите все эти формы посмотрите видео как это делаю я и уже после этого попробуйте сделать сами можете возвращаться в виде к видео включить да можно распечатать вот эту каплю лучше лучше это конечно с электронного носителя смотреть или с компьютера или с планшета или с телефона даже потому что при распечатывании в черном-белом варианте у вас многие оттенки пропадут вот как сейчас на видео сейчас оттенков не видно всех которые я виду вижу на экране тут намного резче контрастный цвет но все равно она у вас будет видно можно сделать еще и вот эту маленькую капельку и вот эту боковую капельку которые там сбоку под просто подвинуть ее чуть чуть поближе да еще по композиции хочу сказать что когда вы делаете объекты вот фотографии здесь в принципе не одинаковое расстояние вот отсюда дает от этой капли вы до этой капли это ты капли до этой капли когда вы делаете объекты разной величины можно сделать их допустим это самая большая средняя по здесь поближе и может быть на большем расстоянии чем с этой стороны вот еще одна капля еще меньше да можно вот так делать старайтесь не делать одинаковые объекты на одном листе одинаковые по размеру и не строя старайтесь сделать не одинаковое расстояние это намного интереснее сделает ваш рисунок итак приступаем и итак свой лист я разделила на две части с этой стороны я оставила упражнение вы можете весь лист и не один лист заполнить этими упражнениями для того чтобы ваша рука запомнила сколько нужно нажать на карандаш чтобы получить такой тон насколько нужно ослабить это должно быть вот просто на уровне ощущения в руке и просто вот ваше ощущение да это вы этому я вас не смогу научить это только практика только благодаря вашей практике ежедневным занятиям как можно больше хотя бы 15 минут в день вам дадут хожу хороший результат и я возьму маленький лист именно для того чтобы не делать очень большой этот объект для того чтобы у меня хватило времени и терпения на то чтобы нарисовать эту каплю опять же я знаю что ни у кого нет время будем стараться в рамках ваших возможностей временных до работать так смотрите я сейчас делаю каплю чуть больше перепелиного яйца размер размер небольшой небольшой берите всегда когда вы начинаете со светлого объекта я вот сейчас делаю светлым-светлым да едва нажимаю на карандаш кстати для того чтобы у вас объект получился ровным давайте я вам покажу еще раз на листочке с упражнениями неважно в какой части он листа у вас будет находиться давайте рисовать посерединке да вы должны прикидывать как он у вас будет в целом занимать место вместо до композиционно для того чтобы он у вас получился ровным в воздухе покружите вот так вот карандашом и когда вы ваша рука уже привыкла для нее это уже нормальное такое движение вот она как на рельсы встала опускайте карандаш и проведите вот эту линию она вы увидите что линия будет ровной она будет непрерывистой когда вы рисуете вот так вы каждый раз прикидываете куда бы пойти карандашу да вот когда мы рисуем гладкие ровные объекты лучше покрутить и сделать это за одно движение она у вас будет уверенней и ровнее чем если вы будете вот таким образом черточки черкать да или вот как-то подравнивать вот это нельзя до пишут нет а вот это да еще один момент обратите внимание на капли я надеюсь что у вас перед глазами есть фотография открытая вот этого объекта в этой части у нас теневая сторона и линия контур будет ярче вы можете сильнее нажать в этом месте на карандаш и сразу обозначить линии объем предмета вот эта грань от нас дальше эта грань более светлая и вот эта грань у нас наоборот более контрастная потому что сюда проникает свет вот в этой части на донышко да больше всего света попадает а здесь тень самое контрастное темное место будет вот как раз под предметом по краешку его в данном случае вот под каплей и так давайте смотрите нам нужно еще конечно прикинуть чтобы на этом листе наши объекты располагались гармонично по центру не стоит в композицию в композиции когда мы располагаем по центру совсем предмет это неинтересное расположение нам нужно будет его как-то по-другому обыгрывать смотрите я подняла немножечко выше середины и чуть-чуть смело 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 в сторону от середины покрутила в воздухе сделала тонкую еле нажав на карандаш тонкую линию светлую посмотрела смотрите внимательно от какой части вот этого круга начинается изогнутая немножечко изогнутая линия листа на котором листья лежит если вы сделаете что-то не так вот в этом рисунке это простой простой объекта выше ниже вы сделаете не изменится форма она все равно будет похоже на каплю если вы делаете это в портрете там конечно каждый миллиметр важен для вас просто следите чтобы вот эта линия продолжалась вот так вот можете даже через каплю ее провести все таки это одна линия один контур предмета и внизу и внизу посмотрите на расстояние вот от этого края до края листа на которым лежит эта капля посмотрите вот это расстояние проверьте вот это расстояние сравните где шире я вижу что в с этой стороны уже с этой стороны будет шире с этой стороны будет уже так теперь я думаю как бы мне разместить другие капельки которые тоже находятся на этом листе мне хочется расположить их динамично интересно да не просто все чтобы все вряд ли жали не чтобы одни все одинакового размера были вот это будет среднего размера вот здесь вот я ее сделаю абстрактно я просто буду смотреть какие как там располагается свет и тень вот эту я сделаю круглый и может быть поближе немножко и вот у меня три капельки можно меньше сделать смотрите она у на меня динамика есть по размеру маленькая большая средняя по форме круглая овальная овальная но расстояние под расстояние я еще сделала одинаковым хотя она немножечко отличается но очень близко да если вы еще и расстояние сделаете разным то у вас еще интереснее будет композиция дальше а вот теперь мы внимательно смотрим за тоном какой-то он мы будем использовать вот из этого до какой формы пятна будет такой вот такого тона какой формы будет пятно я внимательно очень внимательно слежу за каплей я могу сразу могу контуром просто обозначить если вы немножечко сделаете не то то не ту форму принципиально вы не 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 испортите рисунок потому что потому что блики и тени на вот этом прозрачном предмете могут быть очень разные вы если рисуете его с натуры то изменяется вот в голову немножечко положение поменяли там буквально пять сантиметров в сторону и у вас уже изменились все эти пятна поэтому мы очень приблизительно смотрим какой характер у этих пятен вот здесь вот самый насыщенный я делаю свет вот у меня будет самое насыщенное пятно и дальше вот я здесь горизонтальными штрихами очень короткими делами делаю а сейчас очень слабо слабее в сторону расхожусь и делаю вот тот самый переход тона да вот слежу за нажимом карандаша вот в этой в этих границах у меня будет чуть чуть меньше нажим смотрите в эту сторону расхожусь на самом деле вот это темное пятно это искаженное изображение вот этого края да вот здесь вот у меня свет будет вот тут как-то вот так вот пойдет вот это темное пятно и я внимательно слежу за формой каждого фрагмента вот я сделал вот этот фрагмент темный я вижу что дальше у меня идет светлее значительно то вот я сейчас короткими штрихами можно круговыми движениями но так как здесь форму я хочу мне удобнее сделать вот такими длинными штрихами опять не сильно нажимая и сразу сразу попытаюсь поймать тон насыщенность тона да вот как как мы растяжку делали вот тут плавный переход идет из этого темного пятна в более светлые вот смотрите делаю плавный переход сюда я вижу более темный тон идет по краю расхожу короткими штрихами да вот здесь у меня будет очень светлый тон наверху опять будет небольшое пятнышко вот если сейчас мы крошечная пятнышко делаю темным и опять расхожусь в стороны туда и во все стороны то есть вокруг этого пятна у меня будет плавный переход опять делаю плавный переход в эту сторону так далее я слежу за каждым изменением вот тут я вижу в форме капельки более темное пятно но в целом вот это все у меня должно быть темным я конечно могу сразу заполнить этим тоном до способов много вы можете следить за формой каждого отрезочка а можете сначала общий тон дать и в принципе в рисунке да так и делается сначала дается общий тон а потом уже добавляется более темный тон в других местах но смотрите чтобы у вас вот он был равномерным вот вот эта верхняя часть более темная и потом можете добавлять добавлять пятна больше насыщенности вот здесь отсюда тут у нас будет маленький вот сразу нажимаю я ведь увидела в этот маленький треугольник кусочек и делаю вы сюда дальше вот сюда чуть чуть больше переход делаю и вот в этом месте я слежу нашла форму вот светлого пятна и его вот здесь вот сейчас подведу и плавный переход делаю вот граница света тени здесь слабая я его ее прям размываю до сделать темное пятно а потом слабее 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 чуть-чуть в светлой перешла а вот тут уже я буду сильнее нажимать на карандаш и делаю более яркий тон опять у меня нет границ ярких вот здесь у меня опять светлее у края я очень внимательно слежу буквально за каждым миллиметром доли миллиметра моего тона потому что он изменяется он изменяется везде до благодаря этому изменению тона мы создаем форму тут нет линии тут есть просто переход тона и если вы научитесь его видеть и потом переносить до научившись управлять нажимом карандаша если вы рисуете в карандаше цветным карандашом то же самое можно передать немножечко сложнее другими материалами или фломастерами фломастерами или акварелью там или не знаю там гуашь и вы можете передать все просто особенности материала а дальше вам нужно просто научиться передавать тон посмотрите вот сюда я вижу такая длинная линия до опять она уходит на нет и вот так отрываю карандаш и короткими короткими движениями передвигаюсь все выше и выше вниз у меня уже будет более темный дон тут у меня опять слабый переход тона вот сюда идет и там где нужно побольше добавить я сейчас добавлю вот очень внимательно слежу вот сейчас больше и больше нажимаю я за не сразу да и за несколько этапов но если вы натренируетесь а это нужно конечно много сидеть и работать над этим вы можете это делать за один прям за одно движение вы можете передавать нужную насыщенность но для этого нужна практика без практики с этим не справишься мне постоянно гаснет экран вот дальше я вижу опять вот здесь у меня будет переход тона причем вот темные пятна они все внутри самые темные пятна они тоже внутри темных пятен с плавным переходом то есть у них только серединка очень яркая темная но нет прям такой границы ни у одного пятна внутри капли бывает чтобы есть границы когда отражается какой-то прям четко отражается предмет в на поверхности капли такое бывает ну вот в данном случае нас вот он где-то такой вот видите я внимательно слежу за тоном вот здесь какой-то он как он изменяется вот тут маленькая такая длинненькая штучка знаете что мы тренируем на этой капли может быть это вам пока зажится глупым на занятием какую-то каплю рисовать да но если вы таким же образом будете следить за изменением формы лица глаза глаза носа рта оценивает расстояние от темного пятна до светлого оценивать плавность перехода вы без знаний анатомии можете очень точно нарисовать предмет вот здесь я вижу в этой части опять будет такой более темное пятно но я его делаю не без четких границ все границы я как бы смазываю списываю смотрите как изменить границу я делала черное пятно я могу добавить более светлый тон среди вот следующий по тону до следующий по насыщенности и все я я уже вот сделала переход видите у меня уже нет этой границы я могу еще более сделать вот здесь вот потемнее все границы списала и чем дальше этим светлее нажимаю вот у меня переход получился то же самое здесь внимательно очень внимательно следим за изменением тона здесь дальше тон у меня будет намного светлее вот дальше у меня еще по насыщенности вот такое будет пятно да вот в этой части у меня вообще просто останется светлым и я здесь прям краешек сейчас сделаю потемнее потому что вот здесь у меня уже пойдет я сначала сделаю то так чтобы не портить край и здесь у меня уже пойдет штриховка другая я буду вот такими смотрите движение вот такое нажала и отпустила нажала и отпустила это еще один вид штриховки с нажимом посмотрите здесь у меня получается насыщенно здесь такой язычок прям плавный переходящий так и хорошо закреплять конечно ваш рисунок чтобы он никуда не двигался во я сейчас пытаюсь просто изменять положение листа побо поближе к камере подальше чтобы вы могли разные планы видеть здесь у меня будет будет смотрите так как фактура капли которая лежит на поверхности гладкая а здесь у нас уже друг прожилки пошли да вот смотрите да такие вот прожилки листа у нас и штриховка она создает форму создает форму и фактуру предмета мы стараемся делать вот такими продольными движениями и можно смотрите здесь у меня уже движение другое от капли я делала с нажимом а тут у меня движение уже вы такое равномерное длинное можно делать слабо потом внутри нажимать слабо внутри нажимать вот такое еще движение есть а я сейчас делаю равномерными линиями для того чтобы создать равномерная поверхность и тон опять же однородный тон не нажимаю я делаю такую же штриховку фактуру то есть вот штрихом видите я легко вхожу мне тут нет несмотря на то что делаю нахлёст вот здесь вот нужно уже аккуратно потому что тут у вас капелька если не хотите можно вот взять только одну каплю да давайте я не буду сейчас со второй капли из трети потому что это еще добавит нам работы мы просто не успеем за короткое время сделать вот сейчас я делаю штриховку очень легко в эту сторону и в эту сторону опять с нахлёстом но здесь я могу отсюда нажимать не сильно нажимает чтобы вошла штриховка смотрите здесь так как у меня граница была я слабо нажимаю и вот немножечко может быть нахлёстом но все равно стараюсь чтобы здесь не было большого нажима чтобы плавный переход получился здесь я могу еще добавить штрихи сверху но штрихи без нажима как я показала предыдущем кусочки видео не буду делать капли мы можем их протереть потом чтобы чтобы движение у нас все таки было вот более размашистым длинным и сейчас нам важен переход тона смотрите легко нажимаю это похоже на классическую штриховку из академического рисунка да но только у меня тупой карандаш мы сейчас наша задача сделать тон сейчас я очень внимательно слежу за тоном смотрите здесь мне нужно дать тон для того чтобы понять какой темноты будет сама капля в самой светлой части она не обязательно должна остаться белой у нас самое темное место вот в этой части я могу сразу вот то что я говорила мне кажется в начале видео когда мы ярче подчеркиваем контур предмета вообще у предмета контура не должно быть его в принципе нет да у нас нет линии у капель нет линии четких очертаний но не везде они есть конечно но не везде вот здесь это просто граница света и тени и тень у нас вот здесь пойдет из-под капли в сторону да вот здесь я могу уже с нажимом делает тут другой штрих с нажимом вот тут там будет кусочек просвечиваться через капельку внутри тени здесь у нас кусочек внимательно следите за не на мой рисунок смотрите вот ваш ли мой рисунок должен быть для вас просто как пример как делать я вам правило показываю а вот когда вы сами будете делать возьмете рисунок вы сначала посмотрите это видео можно просматривать увеличивая скорость внизу под видео есть значок шестеренка на него нажимаете увеличиваете скорость в два раза и быстро просматриваете видео чтобы понять просто как принцип какой принцип рисунка да как накладываются штрихи как передается тон какие бывают направленные штрихи вот характер штриха как передать фактуру а потом вы уже сами когда делаете вот когда вы сталкиваетесь сами задачи как сделать и может быть возвращаетесь к видео посмотреть вот это именно вот этот кусок как как я сделала до для того чтобы передать вот эту форму форму переход тона вот когда вы сами на попробуйте решить эту задачу вот тогда вы будете учиться не бездумно повторяя а именно анализируя и применяя знания которые я вам сейчас даю безумное повторение вам не дает не дает практики вы повторите у вас получится но сами то вы не сделаете вот когда вы сами делаете вот тогда у нас уже начинается учеба а вот я здесь вижу вот эти самые темные я могу сделать самые темные полосочки причем они не везде одинаковые вот вот этот линия она может быть любой не обязательно повторять ее один в один я просто повторяю характер где-то нажала где-то отпустила смотрите когда линия неоднородная вот здесь вот у меня с нажимом получилось к маленькая точечка потом следующую линию это же все-таки те же самые прожилки листа которые там повторяются увеличиваются как через лупу на этой капли плохо то что у меня вот такое одинаковое расстояние да вот сейчас вот эту длине и сделала смотрим за динамикой здесь я сделаю чуть может потолще пятно да чтобы у нас не было одинаковым расстоянием между линии просто просто для того чтобы интереснее был рисунок вот тут вот два пятна красивые пятнышки они немножечко подкручиваются потому что вот наш наши тени свет искажаются капли как лупой и я вижу что здесь у меня уже есть вот опять плавный переход вот здесь тон будет светлый я едва касаюсь листа это сейчас идет штриховку вот здесь вот вы попробуйте сначала обязательно потренироваться вот на таком упражнение чтобы почувствовать сколько вам нужно нажать на карандаш чтобы получить вот этот тон да здесь есть не прокрасы здесь есть маленькие капельки не прокрасы вот здесь у меня более темный кусок я сразу тут тонирую да и там такой рваный край и вы этот рваный край можете вот такими маленькими кусочками показать там посмотрите есть фактура вот так вот так мы подробнейшее разбираем поверьте если вы научитесь смотреть и разбирать вам все равно что нарисовать будет вы настолько будете свободны в своем выборе что рисовать вы легко нарисуйте и лицо и срисуете герой анималистичного и нарисуете натюрморт принцип 1 увидеть форму передать цветовое пятно научиться передать тон а как вы уже каким материалом вы будете передавать этот тон или акварелью или гуашью или карандашом или маркерами у каждого материала есть свои законы да как как передать наша задача научиться просто передавать тон вот я сейчас карандашом это вот поверьте делать намного проще вы ошиблись можно клячкой выбрать какой-то цвет клячка я сразу говорю сейчас видео пишу да те кто уже знает что это такое да клячка вот у меня смотрите я могу сформировать вот такой маленький уголочек и если вдруг я где-то там сделала слишком том темный тон я возьму и выберу да вот такой пятнышко раз выбрала чем хороша клячка она не пачкается но она пачкается но она не размазывает тон я легко могу если вдруг там пропустила какой-то красивый блик или может быть мне хочется просто добавить блик я чувствую что здесь слишком много серого вот смотрите моя капли уже получилась она уже светится я считаю что вот можно оставить на этом этапе давайте я оставлю на этом этапе если вы сделаете так же я буду просто счастлива да пожалуйста добавляйте свои рисунки мне обязательно отправляйте свои рисунки потому что благодаря тому что вы отправляете мне я могу понять что мне с вами еще отработать если вы считаете что у вас получилась полная ерунда для меня это не имеет значения мы все учимся когда-то я рисовала полную ерунду для взрослого человека хорошо мотивированного нарисовать научиться рисовать реалистично это вопрос лет двух до года два и вы рисуете как профессиональный художник уже можете выставляться на выставках но для этого для этого нужно вложить время просто время научиться сидеть вот высиживать попой долго на одном месте и штриховать и повторять и вот эти квадратики заштриховывать для того чтобы вы смогли чувствовать тон изучили материал которым вы работаете какой бы материал этот не был будь то карандаш акварель фломастер для каждого материала вам нужно время если вы хотите быстрее двигаться развиваться и научиться рисовать какие-то вещи да вам нужно выбрать наверно какой-то один материал если вы хотите сократить время вам нужно просто выбрать один материал потому что каждый материал имеет свои особенности и вот эти особенности нужно практиковать отрабатывать на практике вот я сейчас даю легкий тонна не легкий тон а наоборот плотный тон наверху именно вокруг капли чтобы подчеркнуть вот этот блик который светится наверху да вот этот краешек капли я его подчеркиваю темным тоном вот сейчас опять сильно нажимаю на карандаш опять посмотрите у меня какие причесанные гладкие штрихи от темного к светлому вот видите вот тут пупырышек получился это потому что у меня соринка попала а вот эта соринка мне не позволит сделать плавный тон поэтому я призываю для того чтобы у вас была хорошая поверхность вот именно при работе карандашом чтобы не возникали вдруг какие-то вот такие пупыри пожалуйста ровную поверхность найдите себе это может быть стекло орг стекло это может быть какой-то извините я просто не могу говорить и рисовать одновременно это сложно нужно иногда стоит задержать дыхание остановиться не не вообще не дышать даже чтобы получилось ровненько и хорошо опять так вот поверхность должна быть ровная это может быть орг стекло или арголит кусок арголита его гладкая сторона или специальные планшеты для художников с прищепкой или даже рамочка от картины вот стекло от картины на тукану тонкая да вы его вот так вот на весу не не положите его можно положить просто на стол для того чтобы выровнять поверхность на которой вы рисуете рисунок лучше закреплять или скотчем по краю чтобы он у вас не ездил так как я рисую уже давно я могу вот и на весу и в любом положении рисовать а вы тренируетесь вам нужно все таки это чтобы комфортнее было чем у вас удобнее место рабочее тем проще вам будет добиться результата так вот смотрите я сделала каплю и я хочу чтобы вы внимательно точно так же внимательно как я сейчас рассказывала проработали все тона вот сейчас я чувствую что мне вот тут немножко не хватает сейчас добавлю вот здесь темноты добавлю вот здесь вот потом вы уже смотрите вот все собрали потом вы только чуть-чуть добавляете вот здесь более плавный переход сделаю подлиннее да вот здесь я вижу там такое более глубокая дырочка вот это такая капелька такая более вытянутая вот это вот эти самые яркие могу там даже еще больше нажать можете попробовать взять сначала более мягкий твердый карандаш который вам не позволит сделать черноту если боитесь перечернить чтобы там не стирать да ну вот вот моя капля и я надеюсь что у вас все получится друзья я прошу вас выполняйте домашнее задание потому что не не выполняя домашнее задание вы сами себя обкрадываете все на уроке невозможно сделать все художественной школе на рисунок отводится четыре часа каждый день мы с вами тратим всего лишь час представляете как мало и вот этой практике то есть нужно конечно быть фанатом своего дела чтобы у вас были хорошие результаты пока вы не не стали фанатом просто приучайте себя хотя бы по 15 минут 15 минут в день вам уже дадут результат главная регулярность не надо себя пересиловывать на 15 минут можно найти пусть вы нарисуете капельку в два раза меньше этой но вы потренируетесь и найдете вот сделаете этот переход можете уменьшить ее если у вас нет времени сделайте ее меньше удачи ребята я надеюсь на вашу любовь к рисунку такой же как и у меня на вашу работу способность да и ответственность пока пока жду вашей домашней работы пока 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 пока